так дорогие друзья мы читаем бхагавадгиту как она есть с комментарии о божественной милости а чеба активно ты с вами правопады мы прочитали 12 глав где-то мы прошли бегло в целом что-то мы более подробно обсуждали так иначе мы читаем чтение подразумевают что мы на что-то обратим больше внимания что-то мы просто прочитаем что-то мы даже не обратим внимание на что-то обычно так читает человек он настроен на какую-то волну и читает поэтому чтение будет ну постоянным что наше настроение меняется опыт жизни меняется возраст меняется ситуация в жизни лично меняется и бхагавадгита открывается всегда по-разному в целом как материальное существование человека но сравнивается с болезнью которой нужны лекарства симптомы болезни это страдания понятно нам что есть страдания в этой жизни всегда сопутствует нам если мы внимательно посмотрим на этот аспект жизни мы видим что страдания каждую секунду присутствуют какие-то неудобства форме неудобств или скуки или трудной работы или сложности в уме с людьми всегда есть всегда есть какие-то моменты на которые можно обратить внимание и испытывать сложности это подобно болезни и эта болезнь выражается также в болезненной деятельности мы что-то делаем собственно для того чтобы избавиться от страданий с этой целью страдания как бы продолжаются деятельность сам по себе порождает новые какие-то сложности новые страдания и это карма карма который здесь бхагавадгити рассматривается как карма йога то есть лекарства от страданий то есть йога то лекарства от страданий или в уме сложности что-то непонятно что-то очень непонятно что-то трудно вообще воспринять жизни хочется больше радости и это гьяна йога гьяна йога означает лекарства от вот этих вот страданий в уме йога добавляется значит это добавляется направление исцеления йога то подъем вверх лестница как бы по вертикали поиски материальном мире идут по горизонтали мы просто ищем в одной и той же плоскости материально какие-то может быть более лучшие места обстоятельства где бы нам было лучше но горизонтали остается то же самое материальное существование не меняется принципиально причем даже абрама бавана лука пуна рвардю нарджуна гита утверждает кришна утверждает что и на высших планетах тоже есть какие-то страдания я помню в бхагавата пуране где кришна говорит удаве рассказывает удава гита может быть это он говорит что страдания наслаждения на российских планетах и на земле равноценны это вот удивительно слышать было мне что даже на райских планетах куда стремятся и многие верующие люди как в рай попасть где как раз ожидается что не будет страданий там тоже есть страдания но имеющие тонкую форму и если их суммировать те наслаждения и страдания то получается что разницы большой нет между земной жизнью райской жизнью я слышал такой пример что если человек повредил скажем свою телегу он не так переживает психически как если бы повредили его автомобиль mercedes-benz просто поцарапали гвоздем бы какую-то поверхность и это уже вызывает серьезные страдания то есть видите с повышением как бы стандарта материального существования малейшие вещи могут доставлять на беспокойство которое на раньше мы не обращали внимание представьте если ваш дом подобен музею эрмитажа вы будете бы очень болезненно воспринимать повреждение мебели или инкрустированных полов допустим хрустальная ваза разбилась это не стеклянная ваза разбилась не глиняный горшок то есть с повышением стандарта наслаждения повышаются и более тонкие страдания и то есть это все горизонталь означает не вертикаль вертикали мы на самом деле поднимается на страдание подобно как человек поднимается в гору из вот с этой точки с пика горы наблюдает внизу город где он жил и он тоже видит как город живет как там все движется все функционирует но уже не испытывает связи с ним такой близкой но что-то сродни этому можно привести пример как мы поднимаемся на самолетах ввысь на 10 тысяч метров оттуда мы видим города буквально размером с ладонь но две ладони может быть это поселки видим все кажется таким маленьким незначительным это вертикаль если мы удалимся еще дальше на орбиту земли мы видим еще другую точку зрения еще дальше если вверх еще выше мы просто потеряем из виду есть такие грандиозные явления во вселенной что земная жизнь покажется ну совсем незначительно ничтожный ну несуществующий практически а это вертикаль который нам помогает понять что точка зрения может быть другая но вертикаль духовная она означает другую вещь наслаждение счастье по вертикали то есть счастье которое вот поднимается вверх и поэтому низший вкус уже не так привлекают то есть еще выше ну такая вертикаль описано где-то махабхарате не помню точно место что если земное счастье умножить в сотню крат ну то к чему здесь стремимся понимаем как счастье в сто раз умножить это будет счастье равное райским планетам но если счастье райских планет умножить в сто крат это будет будет счастье и индры и индры поведите повелителя райских планет царя рая если счастье и индры умножить еще в сто крат это будет счастье брамы творца вселенной если счастье брамы умножить сто крат это будет уровень счастья шивы и если еще уровень шивы умножить сто крат то мы достигаем уровня вишну и там уже ну нет границ открывается безбережный океан то есть счастье это природа это великая стихия безграничная стихия часть а этот мир называется океан страданий материально как бы две из противоположных дух и материя и вот сегодня 13 глава природа наслаждающиеся и сознание три категории в которых вмещается все буквально описаны в этой главе бхагавадгиты поэтому это будет но сложная тема философская возможно мы не будем слишком углубляться философию возможно где-то улупимся но в этих трех как бы вот понятиях описано все природа под словом природа можно многое что понять все что мы видим и не видим и материальная природа и духовная природа то есть практически все наслаждающийся то тот кто всем этим наслаждается свете природа живого существа наслаждаться мы рассматриваем бога как живое существо пуруша пуруша который именно верховный наслаждающийся то есть мы наслаждающиеся потому что мы живые существа собственно созданы мы наша природа наслаждаться в этом мире мы ищем счастье мы ищем наслаждение мы устраиваем все необходимое чтобы жить счастливо пища должна быть вкусной в доме должен быть комфорт мебель необходимая то есть удобства какие то это мы делаем обязательно ради этого живем чтобы в этом доме было тоже счастье были близкие люди была семья дети и так далее все это для того чтобы могли наслаждаться это пуржа называется живое существо понаблюдайте вообще любое живое существо стремится к наслаждению рыба из глубин поднимается наверх чтобы согреться в солнечных лучах потому что это дает и наслаждение энергии жизни то есть наслаждение рассматривается также как сверх энергия когда человек радостный он появляется излишняя энергия а когда печален как бы не хватает сил у него то есть видите наслаждающийся из верховной обладает вот этим верховным могуществом могущество всем и в счастье и в силе и в знании и в богатстве в красоте то есть проявляется многогранно это называется пуруша одним словом и так это наслаждение оно связано с знанием и вечностью что когда мы наслаждаемся мы не хотим чтобы она прерывалась наслаждение то есть чтобы уходила в вечность не очень связаны эти два два стремления к счастью к вечности что то счастье которое временно она приводит нас к сильным как бы страданиям человек был счастлив вот счастье кончилось больше никогда его не будет или жизнь кончается никогда больше не будет это крах это страшное глубинное страдание поэтому стремление к счастью и к вечности они как бы в одном ключе должны рассматриваться и счастье не может быть просто эйфории такой глупой подобно счастью наркомана или алкоголика таком тупом состоянии в невежестве есть такое выражение счастье в невежестве а есть счастье в знании поэтому три категории сад чит ананда сад вечность чит знание ананда блаженство счастье блаженство и безграничное счастье из этих трех центральный момент который все объединяет чит энергия чит это сознание знание поэтому будем читать сегодня эту главу это касается нашей природы чит считывать то есть знать и сознавая некоторые вещи даже просто термины и понятия мы сможем приблизиться к этим вещам а фактически к вечности к знанию блаженству вот это могущества бхагавадгиты затрагивает жизненно как бы важные центры нашего сознания самые жизненно важные центры всеска так сказать нервные сплетения наши как мы устроены вот есть семь чакр она затрагивает все эти семь чакр все все эти сплетения ну и сегодня чакры высокая у нас будет философская чакра над чувствами уже над просто творческим каким-то вот взглядом на мир на дело в над деловыми какими-то взглядами оценками этого мира а философская я приведу пример что человек с деловым взглядом смотрит на людей он видит их деловые способности сразу у него есть такая способность организатора а художник смотрит на людей с тем с другой точки на тех же самых совершенно другой точки зрения или взять скажем сосновый лес художник подумает о прекрасный пейзаж а деловой человек или бизнесмен подумает сколько тут кубометров дров как это вот можно какую выгоду извлечь или может здесь можно поставить какие-то дачные домики для отдыха сдавать и будет такой-то доход и ведь взгляды могут быть разные это разные чакры поэтому по-разному видим сегодня мы открываем как бы но высокая такую высоту третий глаз так скажем что-то в этом духе если мы сможем вот эту главу как-то освоить хоть немножко мы уже сегодня можем прозреть до какой-то степени первые два текста арджуна вача прокрытием пуруша мчаева кшетром кшетра гем эвача этот видит ум и чате и чами я нам я и я мча кешева этого я же нас сказал о кришно я хочу узнать о пракрити природе пурше наслаждающимся о поле и знающем поле, а также о том, что есть знание и объект познания. Верховный Господь сказал, это тело у сын Кунти называется полем. От того, кто знает тело, знающим поле. Неожиданный поворот. Мы прочитали 12 глав, но поворот неожиданный. То есть мы чего-то не знали, оказывается. Мы могли понять что-то, ну как, опираясь на материальный опыт, что-то понять можно, и на чувство, сентимент некоторый. Как если Кришна говорит, ты очень дорог мне, мне приятно будет это слышать, что я могу быть очень дорогим Богу. А здесь смотрите, что описывается. Нечувственная сторона. Мы думаем под влиянием чувств, что поле нашей деятельности, вот окружающий мир, который мы видим, видимое пространство. Мы его огораживаем как-то там, или ставим какие-то границы, и вот считаем своим, и там это вот в этом поле мы действуем. Мы вспахиваем поле, строим дома, и квартиры, и так или иначе, у нас есть вот это вот поле деятельности, которое я заполняю. Чем? Чувствами. Но мое сознание здесь не присутствует. Сознание мое находится в теле. Я это воспринимаю через чувства этого тела, то есть фактически поле деятельности только тело. Все, что мои глаза проводят, я это вижу, а все остальное не вижу. То есть я не все вижу даже в этой комнате, в этом пространстве. Тут много измерений. Я это считаю поле деятельности, но на самом деле нет. Поле деятельности, оно охватывается все, и тонкое тело, и грубое тело. Например, есть васту шастра. Она преподносит как бы жилье. Ну, это наука жилья. Как построить дом правильно, грамотно, учитывая тонкое измерение жилья также. Вот это поле деятельности. Поле деятельности, когда мы охватываем все. Ум, чувства, физическое тело. Есть какие-то еще духовные тенденции. В этом теле, видите, есть много чего. Так много всего. Это огромное поле деятельности, оказывается. Но когда мы переносим лишь органы чувств в окружающий мир, то мы не так много чувств, мы переживаем, понимаем. Пока не появится какая-то личность, которая может понять именно мой мир внутренний. Вот это вот мое поле, соприкоснуться с моим полем деятельности. Поэтому мир остается непознанным, потому что я не проникаю в причину этого мира. То есть это поле деятельности для кого-то другого. Кто-то заполняет это все вот этими семи тонкими и грубыми элементами. И сверхдуша, мы читали об этом. Об этом речь пойдет в этой главе. Итак, мое поле деятельности только тело. Есть же такая философия, да, что все происходит только в моем уме. Если кто-то смотрел фильм «Матрица», как раз вот об этом. Это ведическая концепция, переложенная вот в фильм, идея. То есть все, что я вижу, реально ли это? Ведь я чувствую только вот эти вот как ничто, то, что нейроны подают мозг, вот эти нервные окончания и так далее. Это в моем сознании я вижу. А реально ли то, что я вижу? Вот вопрос. Реальность по моему восприятию всего лишь на весьма. Но у всех разное восприятие, поэтому матрица. Знаете, у каждого своя какая-то программа. И вот эта программа реально может быть. А мир они считают, может быть, нереальным. Может быть, он просто придуманный моими чувствами, моими умом, моими глазами и все. Такая теория тоже существует. Но веда говорится, этот мир не наше поле деятельности, а его пронизывает сверхдуша. Поэтому это тоже поле деятельности, но не наше. Наше только тело. Итак, Кришна говорит, что полем называется тело. А того, кто знает тело, знающим поле. То есть я и есть тот самый знающий это поле, находясь в теле. Оживляя это тело. Я его знаю. Пронизывая сознанием это тело. Однако, все было бы так просто, если бы не было еще одной вещи. Что знающих поле, мое. Два. Видите, какая сложная тема философская. Сверхдуша пронизывает и мое поле тоже. Безграничная сверхдуша. Тело каждого живого существа. Поэтому, получается, две души находятся в одном теле. Одна категория сверхдуши, одна индивидуальная душа. И мы упоминали этот пример. Две птицы сидят на одном дереве. Написано, что это Шватару Панишад. Это сравнение. Одна птица индивидуальная душа, другая сверхдуша. Между ними есть разница. Они находятся на одном дереве, но разница гигантская. Потому что одна птица зависит от плодов этого дерева и сильно переживает. Ей нужно эти плоды. Она эти плоды принимает. То горький, то сладкий, то горький, то сладкий. Вот жизнь наша вот так вот строится по-всякому. Смотря какой плод мы сейчас вкушаем. В какой-то момент у нас плод печали приходит. Мы печалимся. Мы съедаем такой плод. Бывает плод скорби или депрессии, еще хуже. Бывает плод радости. Вот мы эти плоды, вот этого тела, на себе чувствуем. То печалимся, то радуемся, то печалимся, то радуемся. И так далее, и так далее. А эта птица абсолютно не зависит от этих плодов. Деятельности, нашей деятельности. Она, она внушает другую вещь. То, что написано в Бхагавадгите. То есть Бог говорит беспристрастно, не привязываясь к этому сладкому плоду. Потому что он временный. Ты его съешь, он кончится. И ты будешь страдать. Если ты привержишься к нему, ты будешь страдать. Не страдай так сильно, не печалься от этого горького плода. Он временный. Потерпи немножко, он уйдет. Одно и то же. Не привязываясь ни к счастью, ни к страданию. Это божественный голос. Через разум мы это понимаем. Потому что разум это как бы, ну, божественный проводник. Мы ощущаем эту сверхдушу при помощи разума. Косвенно. Не прямо. Бхагавадгита учит нас йоги, которые прямо к сверхдуши ведет человека. Используя чувства, ум, разум, но прямо непосредственно к сверхдуши. Непосредственно сакшат харитвина, да, или протягша. То есть непосредственно вот ощутить духовное, как мы ощущаем касанием, обонянием. Мы можем непосредственно воспринимать, жить таким образом. Также можно познать сверхдушу, где есть также все запахи, все вкусы, формы, безграничные качества. Это поле деятельности для души, личность Бога. То есть у меня есть поле деятельности, я личность. И у моих детей тоже есть поле деятельности, тело, и они личности. И мы общаемся, чтобы познать поле деятельности друг друга. С полем деятельности. Также можем общаться с полем деятельности Бога, если осознаем его. То есть такая вот философская сложная тема. «Знаешь же, потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение». Вот Пропада на основе этого стиха громил науку ученых, которые изучают, у них есть разные разделы знания. Сейчас много разных наук, отраслей может быть, но Пропада говорил им, что это невежество, то, что вы изучаете. Ну, это их задевало, конечно, как ученые, если они уже именитые ученые, признанные ученые. Тут вот какой-то садху индийский приезжает и утверждает, что вы живете в невежестве, ваша наука вся в невежестве. Ну, тогда, а что такое знание, спрашивали его? И Пропада говорит, знание, вот то, что тут написано. Понимание себя и природы, материальной природы. Начинание, начинается понимание себя. Атма-гьяна, то есть знание о себе первостепенной важности. Первое. Если нет этого знания, все остальное считается невежеством. Если вы не знаете себя, знаете все вокруг, только не знаете себя, вы сумасшедшие. Значит, вы что-то о себе думаете странно, а это, значит, сумасшествие. Вы должны знать себя прежде всего. Потом открывается следующая ступень. Вы должны познать, как устроено это тело, это природа, и что, как вы можете действовать вот в этом теле, эти чувства, как их применить и так далее. Тогда это уже научный будет процесс от знания себя. Познай себя. И познавай потом все остальное таким путем. Пути открываются. Если вы не знаете себя, пути не открываются. Никуда вы не идете. Собачий бега пропадет кругом. Вы бегаете туда-сюда, ездите, скорость увеличивается, самолеты, машины, скоростные дороги, еще быстрее, 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 быстрее. Куда? Смысл в чем? Просто заработать деньги, чтобы просто поесть и поспать. Странная вот цивилизация. Она ускоряется. Животные без этих ускорений все это делают. Зачем так столько развития, что просто поесть и поспать? Так все стало сложно это делать. И нас обманывает иллюзия. Человек сидит за рулем, хорошие машины, он едет, он знает право дорожного движения и так далее, он сосредоточен. Все очень серьезно выглядит. Спросите, куда он едет? Вопрос в этом, куда он едет? Ничего серьезного не найдет. Ни у кого. Ничего серьезного. Обычные бытовые какие-то мелочные вещи. То есть сознание деградированное, а при этом остается. Хотя обстановка кажется очень развитой, очень развитой. Технологии действительно поражают. Поэтому Парупада вот на этом стихе, он громил науку. Говорит, что это ваша наука невежественна. Говорит, мы еще не знаем, скажем, чего-то ученые признавались Парупаде. Мы еще чего-то не знаем, да, но значит, что вы невежественны. Но вы же тоже не все знаете, спрашивали ученые. Парупада говорит, да, но я знаю Кришну. А вы не знаете Кришну, поэтому я лучше вас. А кто такой Кришна? Говорит, Кришна это все, смотрите, вот все, что есть. Говорит, я не знал, что это называется Кришна. Говорит, так вы много чего не знаете. Вы не можете все это как бы одновременно понять, осознать. Что это за мир? Вы изучаете траву и пишите тама, говорит, по траве. Тама книг по изучению травы. Но если вы изучите Кришну, трава, говорит, сама по себе вам откроется. Все эти знания есть в Кришне, вы можете все узнать через Кришну. Вот такая глава на сегодня. Четвертый текст. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит. Каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он оказывает на поле. Ну, видите, такая интригующая вещь. Мы сейчас все узнаем с вами. Об этом теле все сейчас узнаем. Все, все, все. Всего лишь в нескольких стихах. То есть для Кришны не проблема описать это тело. Для нас, конечно, сложная задача. Я немножко изучал анатомию. Ну, как художник. Иногда из интереса просто смотрел эти книги. Смотрел, как устроен человек. Всем это интересно. И самая сложная система оказалась нервная система. Кровеносная система уже очень сложная. Ой, столько капилляров там. И в каждую клетку там питание должно быть. Но нервная система оказалась намного сложнее. Изучить ее практически сейчас не представляется возможным для ученых. Потому что это еще индивидуально. Не похоже. Не точные копии мы с вами. Мы еще индивидуально имеем все эти вещи. Так тело они изучают. И потом говорят. Ну, вот посмотрим. Попробуем так полечить. Или так полечить. Или то-то. И потом посмотрим. И в конце концов, к чему сейчас приходят? Отказались вообще от тела? Мы тоже отказываемся от тела. Но по-другому. Они хотят создать искусственное тело. А туда пересадить мозг. Потому что с этим телом уже, ну, не разобраться просто. Мы упростим всю систему, они сказали. Не будет так нервных каналов там. Не будет там боли. Мы устраним. Все сделаем правильно. Будет искусственное тело. Никаких проблем. Мозг подсоединим туда. Питание будет. Эти вот все каналы какие-то там электрические. Там какие-то импульсы подсоединим. И все он будет жить в искусственном теле. Никогда не будет ни стареть. Ни болеть. И, наверное, будет долго жить. Потому что мозг живет долго. Минимум 300 лет ученый говорит. Мозг может жить. Минимум 300 лет. Вот мы создадим такого человека. В итоге они так и не изучили это тело. Видите? Для чего оно предназначено? Как оно устроено? Давайте посмотрим, что Кришна скажет. Что же это за тело? Нужно ли от него отказываться? Или как с ним быть вообще? Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поля в разных ведических шастрах. Особенно подробно с объяснением всех причин и следствий об этом рассказывается Веданта Сутри. Это Кришна говорит про Веданта Сутру. Значит, эта глава будет чем-то напоминать Веданта Сутру. Он напоминает о Веданта Сутри, но если мы обратимся с вами к Веданта Сутри, мы там не поймем ничего. Ни одной шлоки, наверное. Это настолько сложный трактат на санскрите. Нужно иметь, знаете, просто божественный разум, чтобы читать Веданта Сутру без комментариев. Комментарий на Веданта Сутру — это Шримад Бхагава там. Из 18 тысяч шлок. Там писаются деяния Бога, его аватары, творения мироздания, различные формы живых существ, эпохи творения, устройства вселенной, иерархия. То есть 18 тысяч шлок на каждый шлок уходит по месяцу изучения. У нас не хватит жизни, чтобы изучить, таким образом, Веданта Сутру. Кришна ссылается на Веданта Сутру, что мудрецы это описали подробно с знанием причин и следствий. И Веданта Сутра, как ведическое произведение, оно уже не описывает детали. Детали описываются для сомневающихся людей. Например, если я во что-то не верю, мне нужно в деталях все разложить. Тогда скажу, а, понятно, хорошо. Когда-то впервые в русской деревне провели радио. Монтер, столбы там подвели все, провода как нужно, и он там прикручивал такую большую тарелку. И людям сказали, что мы услышим голос из Москвы по этой тарелке. Люди в деревне собрались, крестились все, и там Богу молились, говорят, это что, вот эта вот тарелка будет говорить? Не может такого быть, что за глупости? Подключили и голос. Говорит Москва. Все чуть не лишились создания вообще. То есть люди темные. Но если объяснить, а, вот это электроволны, мы поверим. Но есть другой подход. Вы верите не в объяснение, а в объясняющего. Что не все можно объяснить человеку. Далеко не все. Но если вы видите, что перед вами святой человек, если вы осознаете его качество, вот в отношениях, его правдивость, его проникновенность, он понимает ваши мысли, ваши чувства и прочее, 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 просто начинаете доверять ему как доктору. Он приходит к доктору, доктор говорит, то у вас то-то, то-то, то-то. Вы не видите, но вы доверяете, поскольку он к вам так относится, он желает вам помочь и прочее, прочее, и вы начинаете доверять ему. То есть вот это вот подход ведический. Мы доверяем Кришне, мы учимся у Бога по этой причине. Тут не нужно много деталей. Если у нас есть твердая вера в сверхдушу, и мы получаем знания от сверхдуши, тогда не нужно много деталей. Здесь Бхага Водите, Кришна не будет описывать много деталей. Он говорит, просто отсылался на Ведатасутру и стал рассказывать дальше. Аржу недостаточно. Кришна — авторитет знаний. Нам, конечно, нужно что-то понять более подробно. И вот тексты шестой, седьмой. Пять грубых элементов, пять грубых материальных стихий. Считайте, пять по пальцам. Считайте дальше. Ложное эго, разум, непроявленное, десять органов чувств и ум, пять объектов чувств, а также желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость. Все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения. Вот описание материальной природы целиком. Получается в двух четверстижках. Все, конечно, изучать ученым придется немалое время. Какие-то вещи уже изучены, неплохо наблюдаемые. Какие-то гипотетические, мы можем понять. Какие-то недоступны для изучения. Но ссылаясь на эти тексты, не все изучено. Мы работаем с вами как материалисты, если только в области пяти грубых элементов. Я слышал одного физика, ученого, который отрицает, что эфир — это материальный элемент. Уже вот это трудно понять как материю. Эфир — это пространство. Говорят, ну пространство — это ничто, это пустота, это вакуум или что это такое. Ну как это? Ну ничто, это нематериально. Пространство — это тонкая материя. Поэтому вся Вселенная материальная. Акаша — в эфире все, в пространстве. Поглощено пространством. Это материальная среда. Не каждый физик это понимает. Кто-то понимает, кто-то уже тут расходится точки зрения у них. Как в таблице Менделеева, они не водород был первый, а эфир, пространство. Как элемент, химический элемент, рассматривал его тоже. В котором это среда, в котором все это происходит. В этой среде. Кто-то живет в водной среде, кто-то живет в воздушной среде, кто-то живет в эфире, кто-то в огненной среде. Но пространство — это уже материальный элемент, согласно ведом. Это пять грубых материальных стихий. И уже тут разногласия, видите, начинаются у нас. Греческие философы, они имели разные школы на основании этих пяти элементов. Какой элемент главный, жизненно важный, самый жизненно важный, они спорили. Это разные школы были. Кто-то говорит, земля. Только земля, потому что без земли не может быть ничего. Жизни. И доказывало это. Другой говорит, нет, воздух. Без воздуха жизнью не может быть. Третья говорит, вода жизнь всему дает. Только вода — главная стихия. И они так спорили, доказывали бесконечно. Так и не могли до конца провернуть, утвердить истину. Потому что на самом деле они забыли, что это в полноте, в целостности находится. Ну как, курица — лицо, курица — лицо. Это тоже самое. Можно вечно спорить об этом. А нужно в целостности рассмотреть это, в совокупности. Где так же говорится, совокупность материальных элементов. Я могу сказать, что вот это вот одна доска, другая доска, третья. Я могу посчитать, сколько тут досок, сколько тут и размер их сосчитать. А в совокупности это совершенно уже другое. Стол называется. В совокупности еще, видите, проявляется элемент. Мы видим еще вот эти пять элементов, в совокупности, ой, так много всего. Мы видим совокупность того же самого. Это одно и то же. Комбинация одного и того же, в совокупности. Ложное эго. Ложное эго — это тонкий элемент. Ложное эго — это то, то, что должно нас связать с грубой материей. Связующее звено. Без ложного эго невозможно ввести материальное существование, обрести тело физическое. Но ложное эго основано на моем понимании себя. Как я себя понимаю, соответствующее тело получаю. Ну, как я себя понимаю? Ну, вот человек, скажем, ест, пьет, совокупляется, чувство наслаждает. Как он себя понимает? Ему скажут со стороны, ему уже все равно, как он себя понимает. Свинья. Собственно говоря, он скажет, а что плохого? Я уже так живу. Мне нравится это. Это ложное эго. Это ложное эго. Я свинья. Или я, если я говорю, я человек, ой, я не свинья, простите. Я так жить не буду. Я не буду жить в грязи. Я буду разборчив. Свинья неразборчивая. Это ложное эго человека. У собаки другое ложное эго. Она ведется в соответствии со своим ложным пониманием себя. Она получила соответствующие тело. Это ложное эго, собственно говоря, матрица, по которой создаются различные формы жизни. Их миллионы во Вселенной. От того зависит, как я себя понимаю и что я заслужил. Например, заслужил награду. Представьте, кто-то рождается птицей, павлином или попугаем. Перьев у него, знаете, такие. Перьев просто куча. И все. Фейверк просто перьев. Эволюция. Мы спрашиваем, как эволюционеры, а какой смысл в этих перьях с точки зрения эволюции? Только украшения вообще. Да достаточно было украсить как-то его по-другому, попроще, но такая сложная окраска. Смотрите. Заслуга. И более того, посмотрите внимательно на этого попугая. Он в зеркало себя никогда не видел. И он гордится своей красотой. Каким образом он знает об этом? Это награда. Это Аханкара. Награжден Аханкарой. Он на себе думает. Есть же такие люди, знаете, которые себе что-то такое экстравагантное. Они будут попугаями, что-то в этом духе. Они уже такие. Они в этой жизни в зеркало насмотрели, в следующей жизни зеркало не нужно будет уже. Он уже будет таким от природы, без зеркала. Нам, чтобы развивать Аханкару, материальное зеркало очень помогает. Знаете, что святые люди в зеркало не смотрятся. Это развивает Аханкару. И так причешемся. И так причешемся. И так сделаем. И так, и так, и так, и так. И потом думаем, мы ходим о себе, думаем что-то. Ну, для женщин это более-менее понятно еще, с их природой связано. Для мужчин не очень хорошо. Долго смотреться в зеркало. Вот такое зеркало используют, активы поставить. Там только нос можно, один увидитель, один глаз, и все. Для мужчин нормально. Ну, с женщинами мы не предъявляем никаких. Ну, мы современные люди, я извиняюсь. Я не думаю, что вы откажетесь от зеркал сейчас, потому что они просто повсюду. В магазин Любовь зайдете, там одни зеркала. В лифт зеркало обязательно. Зеркало самое, как бы, ну, важное сейчас приспособление для движения цивилизации. А никто даже об этом не знает. Где-то, в какие-то легенды говорится, что Люцифер подарил зеркало человеку. И все, он стал занят собой, и с тех пор он отошел от медитации. Перестал заглядывать внутрь себя. Вот. Это Аханкара связана с зеркалом. Ложный разум. Разум — это способность различать, он необходим. Уже когда мы имеем тело, понимание себя, нам нужно еще различать, что хорошо для меня, что плохо для меня, чтобы жить в этом мире. Не все для меня здесь хорошо. Мир — сложная вещь. Тут я могу прийти к большим проблемам, нужно знать, что хорошо, что плохо. Вот так я начинаю свое образование. Разум. С пятилетнего возраста разуму нужно уже привычать, что такое хорошо, что такое плохо, различать. Непроявленное. есть непроявленное. Это, например, желание. Это непроявленная форма деятельности. В тонкой форме все существует в желаниях человека. Вот это материальное желание. материальное желание. Есть непроявленная форма деятельности или существования. Оно есть у меня, но оно еще непроявленное. Никто об этом не знает, и могу даже еще сам об этом не знать, какие желания проявятся, что я буду делать. Это называется непроявленное. Например, ребенок маленький, у него непроявленное желание, скажем, общения с противоположным полом. Но оно есть в непроявленном виде. Это непроявленное называется. Десять органов чувств и ум. Тут насчитывается десять органов чувств и плюс ум. Одиннадцать получается. Ум венчает эти все, потому что он управляет всеми этими органами чувств. Геонендрия и кармендрия. Две группы органов чувств. Кармендрия — это руки, ноги. Это карма означает деятельность, индреннее чувство. Чувство для деятельности. Руки, ноги, язык, как орган речи, анус, гениталии. Это деятельные органы чувств. И пять геонендрия. Геонендрия — знание, индреннее чувство для познания, познающие. Зрение, вкус, язык, ведь это две функции несет, как орган активный и познающий, и познающий. Зрение, глаз, вкус, касание, слух, обоняние и... не назвал что-то? Касание назвал? Да. Ну, это органы геонендрия называются. Значит, пять получается органов познающих и пять органов, отвечающих на это познание, деятельность. То есть я что-то внутрь себя познаю и как-то отвечаю речью, поступками. Вот так я живу при помощи этих вот чувств, обмена этого. Ум над ними тоже приравняется к чувствам, потому что он с ними связан непосредственно, и мир руководит этой жизнедеятельностью. Автоматически это происходит. Мы даже не думаем. Это происходит как бы естественно. Глаз видит привлекательный объект, ноги сразу пошли туда. Руки берут. Язык пробуют, допустим, пищу. Но не все так просто. Пять еще объектов чувств, так, пять объектов чувств добавляйте к этому элементам. Если есть глаз, должен быть свет и форма. Если есть ухо, то есть пространство для звука. Объекты чувств, звук, форма, запах. Поверхность. Все это тоже существует, для чувств все уже устроено. Пять. Сосчитываем, да? А также желание, ненависть. Желание здесь имеется другое. Не то желание, не проявленное, которое у меня есть в сердце, а то, что желанное сейчас. Я вот ощущаю, скажем, что-то приятное на вкус, и я желаю это делать. И делаю это. А ненависть, то, что я отвергаю, не желаю, невкусно, неприятно. Вот здесь это имеется в виду. Приятное, неприятное, желание и ненависть. Приятное вызывает желание, неприятное, ненависть. Отсюда счастье и горе. Это тоже исходит из комбинации материальных элементов. В душе нет. В душе нет счастья и горя, вот желания и ненависти, таких понятий двойственности нет. Это связано с полем деятельности, с телом. Счастье и горе, понятно, наши переживания по ощущениям чувств вызывают этот элемент горя, элемент счастья. Совокупно всех материальных элементов, мы говорили об этом, признаки жизни и решимость. Ну, признаки жизни это пранические движения. Мигание глаз, дыхание, признаки жизни. Это не сама жизнь, это признаки жизни, потому что дышать могут кузнечные меха, автомат может тоже, компьютер может делать операции какие-то, подобные человеку, мысли считать что-то. Это симптомы, симптомы или как бы, скажем, рефлекторные вещи для материальной природы. это рефлекторные моменты. Это можно делать без сознания. Как делают автоматы, роботы, они могут проявлять симптомы жизни, но это не живое существо. Это лишь признаки жизни. И решимость это последний элемент для достижения чего-то. Есть такой элемент решимость, который дает нам возможность что-то достигать. именно. Потому что нужно преодолевать. Преодолевать нужно счастье, горе, желание, ненависть, как в этой двойственности, нужно уметь это предоставить. Как решимость. Это все материальная сфера. Это не является знанием, это является все невежеством, то, что здесь называют. Мы сосчитали сейчас все невежество. мотылек решительно летит на огонь. Это невежество. Это материальная энергия действует. Не духовная энергия. И конечно современные люди, но вот мою бытность, современные люди, они духовностью считали, допустим, пойти в консерваторию, послушать классическую музыку. Это считалось духовное времяпровождение. Даже не в церковь. Классическую музыку послушать духовную. Уже там были какие-то современные стили музыки. Считалось не очень духовной. Именно классическая музыка духовная считалась. Так различали некоторые. Другие думали, что пойти иногда сходить в ресторан с семьей и там поесть под музыку в каком-то красивом интерьере это духовное времяпровождение. Люди так себя и вели. Они ходили в театры, в кино, консерватории, в рестораны. Считалось вот это наша духовная культура. В те советские времена это было более-менее возвышенным. Как Останкинская башня в Москве. Я не был внутри, но там есть вращающаяся вещь вокруг. Я спросил, а что там наверху? Башня большая, телебашня. А что там ресторан? Просто ресторан. Поесть наверху это уже духовно считалось. Возвышенно. вот такие были представления. Для других людей, которых я встречал, духовно была черная магия. Заниматься черной магией. Считали, что это спиритуализм. Или двигать тарелки ночью по алфавиту или столы дрожат, с духами общаться. То есть у людей есть разные представления. Но здесь то, что мы сосчитываем в этих элементах, все входит просто в материальную область. Все это материально, не духовно. То есть наша задача различить материю и дух на основании этого знания аналитического. Сосчитывается, санхья дается, все материальные элементы. Давайте анализируйте их, каждый из них. проанализируйте, вы увидите, что тут есть вся вселенная. А с 8 по 12 тексты, их получается 5 текстов, объясняется, что такое знание вне материальных элементов. Смотрите, злой внимательно. То есть о чем речь в 12 главе? Речь не идет о глубоком анализе этих 24 элементов. Кришна ссылается на Веданта Сутру, если нужно кому-то Веданта Сутру найдите, там размышляйте. Речь о другом идет. Сейчас нам нужно разделить материю и дух. Вот о чем речь идет. Не копаться в материи и сигнализировать, а разделить принципиально. И вот эти 24 элемента и 20 составляющих знания нематериальное будет описываться. Описание души фактически. Она описывается. 5 текстов я прочитаю перевод. Слушайте внимательно, затем вы будете читать уже самостоятельно комментарий, он тут большой. Каждое качество будет описываться отдельно, комментироваться, чтобы мы не путали это с материальным чем-то. Смирение первое духовное качество. Если бы смирение было бы качеством материальным, комбинацией материальных элементов, тогда мы могли бы сделать такую таблетку, приняв которую мы бы стали смиренными. И все. Что там у вас вспыльчивость? Вот таблеточка. Все, как шелковый ходит. А вам любовь нужна? Есть такая таблетка. Вот любите теперь всех. Все было бы просто. Мы бы исследовали, как комбинируются эти элементы. Они и делают так, собственно. Они говорят, а у вас в крови появляется адреналин. Вот вам адреналин. Теперь вы как сумасшедшие. Именно вы как сумасшедшие становитесь. Они с обратной стороны действуют материалисты. они смотрят на рефлекторное его устройство и извне влияют. То есть фактически не из вас делают робота. А человек с этим не соглашается. То есть да, иногда есть такие смиренные таблетки, когда буйные помешанные его берут колят и он тормозится в тупость такую. Это называется смирение у них. А как достичь почтения, чтобы вас почитали? Пистолет достаете и говорит говори хорошо. Да, я вас слушаю. Сразу человек как шелковый становится. Тоже можно достичь при помощи материальных элементов пистолета, невролептиков каких-нибудь. Что еще есть у нас? Материальные средства искусственные есть. Здесь же говорится о другом. Смирение это природа души. Отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение. простота. Обращение к истинному духовному учителю. Раз, два, три, четыре, пять. Шестое это обращение к истинному духовному учителю. Если эту лестницу построить, то предище мы обратимся к истинному духовному учителю. Сначала нужно смирение, осознание того, что я здесь не главное лицо в этом мире. То есть нужно поработать с ложным эго, а это вопрос именно сознания, не внушение, а понимание этих вещей, признание этого факта. Признание факта это и есть смирение. Бог выше всех. Нет! А что с вами такое? Почему не позволяете ему быть выше всех, выше себя? А вы очень гордый человек, вот в чем проблема ваша. Ложное голос большое. Почему вы не позволяете ему тоже существовать, Богу? Вы же существуете, так пропадает. А почему не позвольте ему тоже быть? Это смирение называется. Кто-то лучше меня, но это временно, подожди еще. Следите за газетами, скоро вы узнаете при меня, кто я такой на самом деле. У нас всех такие наполеоновские планы, но с такими планами к духовному училию не подходят. Вы Наполеон, идите к Наполеону, там сажайтесь. Пока не поймете, что вы укатали сивку крутые горки, пока вы не поймете, что вы маленький в этой вселенной, в этом мире, вы маленький, вы слабый, незащищенный, и вы скажете, где моя защита, где мой Бог. Вот тогда вы начинаете свой процесс. Отсутствие тщеславия. Все стремятся к славе, конечно же, но тут отсутствие. Это тоже вопрос сознания. Отказ от насилия. Можно сделать принудительно смиренным. В тюрьмах так делают. Человек не соглашается быть смиренным, сам тюрьма смиряет, или жизнь смиряет его. Видите, как в материальном мире мы должны это все применять. Страшно. Терпение это вообще самое важное качество для выживания. Это духовное качество. И обращение к истинному духовному учителю. Чистота это следующая ступень. Затем чистота. Должны жить в чистоте, в регулирующих принципах. Постоянство. Каждый день визитировать. Самодисциплина. То есть распорядок дня есть. Отказ от того, что приносит чувственные наслаждения. Не культирует чувственные наслаждения. Достаточно здоровой жизни, все, не нужно больше. Отсутствие ложного эго. Отказываемся мы сознательно от ложного. Как только замечаем себе эту тенденцию, отказываемся. Это добровольное начало. Вот это добровольное начало и есть энергия духа. Добрая наша воля. просто нужно сделать правильный выбор. Вот и все. И начнется духовная жизнь. Понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни это зло. мы частично это можем понимать. Мы скажем, но смерть зло, болезнь зло, старость тоже неприятна. А вот рождение почему тут зло? О, это надо изучить. Это приветствуется, когда кто-то рождается, как человек. Празднуется, потому что человек может осознать, какое зло несет рождение, старость, болезнь и смерть. Поэтому это приветствуется. А само по себе рождение это величайшее зло. Мы рождаемся для страданий, и для смерти, и для старости. От рождения все начинается. Поэтому задача выйти из цикла рождения и смерти. Само отречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Отсутствие привязанности имеется ввиду чрезмерные привязанности пропада. Объяснит это. Невозможно быть непривязанным ни к чему, но чрезмерная привязанность. То есть привязаться нужно к Кришне. Если мы привязаны больше к собаке своей, чем к Богу, любим больше собаку, чем Бога, это называется чрезмерная привязанность. Собак тоже нужно любить, но сначала полюбите Бога на первом месте. невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называется невежеством. Как развернуто вот этот момент очень важен здесь. Развернуто представлено знание. Что такое знание? Это качество. У нас представление сегодня современное другое. Знание это информация. Но информация может владеть и негодяй. Поэтому это не является еще знанием. Знание это качество в человеке, который здесь перечислен. Из всех если мы суммируем самое главное качество это преданность Кришне из которого произрастают все эти лучшие качества. Из преданности. Это коренное качество. Если мы предаемся Кришне служим Кришне в разных традициях Кришна разные имена имеет. Но так на принцип служения Богу. Служение живым существам в служении Богу. Отсюда все эти сострадания появляются терпения и милосердия. И добродетели в служении проявляются естественным образом. А философский поиск абсолютно истины это последнее качество. Многие начинают сразу с этого. Я хочу познать абсолютно нет. Прогодите. Сначала смирение. Есть лестница к этому моменту. С этой точки зрения мы видим, что именно таких искателей истины мало людей. Их единица еще в мире. Потому что эти качества стали преградой. Нужно обрести какие-то качества, чтобы начать искать абсолютную истину. Это не то, что они у камина сидят выкуривают сигары и рассуждают об абсолютной истине. Это совсем не то. Это не светское время провождение. Поиск абсолютной истины это как Радонат Махарадж написал путешествие домой. Как он в юности еще поехал в Индию и там сколько раз он погибал и искал абсолютную истину. В книге он был передрягов. И в незыбудчих песках тонул и в Ганге тонул и в поездах чуть там не умирал в индийских и от болезней. Но он искал 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 вот он одет автостопом доехал до Индии представьте из Англии. Вот это уже был поиск абсолютной истины. Но этот человек приобрел эти качества возможно в прошлой жизни уже практиковал. Вот эта книга она очень известная по миру сейчас его и Обама там получал эту книгу непосредственно сжал ему руку и благодарил за этот вклад. То есть это редкие люди которые ищут абсолютную истину живут для этого. Не просто время проводят в светских беседах а в абсолютной истине за шампанским и вином. Вот эти люди уже прошли какую-то школу много пережили это ценится они имеют эти качества духовные качества. Так у нас время подошло здесь мы остановимся мы прочитали уже 12 текстов Бхагавадгиты 13 главы какие будут вопросы пожалуйста. В комментарии 1.25 говорится что Кришна не ожидал от аджумы отказа от сражения но в то же время говорится что вся эта ситуация была им продиктована как это понять противоречия? Не ожидал отказа от сражения? Да в то же время что он продиктован им изначально как противоречия понятия А в Кришне то и другое одновременно находится не ожидал означает что не знал В Риндаване есть один храм там большая картина стоит такое изображение которым поклоняются в том храме она вся в цветах потому что там Рада Кришна изображены переодетые и такая лила есть когда они неузнанно переодеваются и общаются как будто это не Кришна как будто это не Радхарани и говорят о Кришне и Радхарани то есть Кришна переодевается в кого-то и Радхарани узнает и он этот незнакомец о Кришне спрашивает ее она ему рассказывает про Кришну вот такая лила значит и там местные жители Бриджабаси такие Садху знаете раз увидите не забудьте никогда такой образ они живут этим они вот погружены в эти игры Кришны любовь Кришны изучают они знают Бхагавадгиту они изучают Садху святые люди такие я спросил этого Садху а что вот Радхи Кришна переодет а что они же это же Бог они что не знают что они переодеты не могут догадаться что кто-то переоделся да знают они все они просто любят друг друга не играют вот так просто да знают знают они все знают они любят друг друга играют знают и не знают так говорит это Лила то есть то что Кришна устроил на преддверии Бхагавадгиты это Лила была он создал специально эту ситуацию для Арджуны чтобы тот задавал вопросы как будто Арджуна погрузился в невежество под влиянием Кришны он хотел дружеской беседы которая принесет благо всему миру Бхагавадгита Кришна так оставил Бхагавадгиту то есть вся представьте себе Махабхарата вся битва на круг шетри главным образом были предназначены ее высшая была цель это оставить Бхагавадгиту вот это игра не усложняйте процесс он очень простой очень простой не сотретодачивайтесь на своих неудачах особенно если вы начинаете этот процесс не нужно быть сосредоточенным на удачах на неудачах сосредоточьтесь над тем что вы уже можете делать и в радости это культивируйте это очень просто но все подумайте ооо там уже удачный а я неудачный а тот удачный а я неудачный этот тоже удачный а я снова неудачный вы только о себе будете думать вы собьетесь с пути не смотрите по сторонам гуру для того чтобы зафиксировать ваше служение именно не просто обнаружить ваши недостатки не надо их обнаружить они там все есть господи туда даже смотреть не нужно вот повторяй манту читай бхагавадгиту вот и продолжай вот радуйся этому научись этот вкус извлекать откуда размышляй на эти темы вот что ценно ваши неудачи не имеют никакой ценности не нужно их обсуждать слишком много если у вас есть желание действовать вы достигнете результата постепенно шаг за шагом мы читаем бхагавадгиту все что мы хотим сейчас вы увидите что это лекарство для нашего ума для нашей деятельности для нашей души там есть все просто читайте читайте ее всю жизнь несомненно вы получите удивительный результат уже получаете но если будете себя сравнивать постоянно и думать о своих неудачах вы собьетесь путей это по другой главе она спрашивает бхагавадгиты пять вещей которые она по другой теме спрашивает да там описывается что человек должен отрегулировать работу отдых еду сон и йогу свою вот пять эти вещи если отрегулировать он будет счастлив чувствовать счастье работа но это целая отдельная тема лекции вот можете посмотреть бхагавадгиты этот текст найти почитать комментарий и размышляйте над этим знаете семинары хорошо они за нас это делают то что мы должны размышлять это делает семинар но не полагайтесь на семинары вы должны научиться мыслить работа помыслите что такое работа вообще это не любая деятельность работа означает полезная деятельность так давайте посмотрите вы полезны деятельность задания или нет с этого начните размышляйте об этом размышляйте работа более того работа должна совершаться честно то есть это целая сфера отношений работы это нужно изучить нужно задуматься об этом задумайтесь о работе отдых это что борделите отдых или что куда это идти что нужно делать давайте размышляйте что такое отдых где вы на самом деле отдыхаете как возвышенная личность как порядочный человек по-настоящему глубоко отдых означает пребывать в чистоте это касается всего и пищи и одежды и отношений и людей и самого как бы принципа отдыха формы отдыха тоже размышляйте выбирайте учитесь что сейчас для вас чисто что для вас ценно какая отдельность полезная что для вас это важно именно вы должны сами этот выбор делать семинар вам не поможет только даст обзор в этом смысле он поможет сориентироваться может быть но вы должны сами в себе себя опознать ваша работа ваш отдых ваш сон сколько часов как спать в грязной комнате спать не надо в грязной одежде не спят в грязном белье не спят, в накуренной комнате не спят, там где обедки на кухне уже не спят, и сон должен быть глубоким. А как он глубокий станет? Это целая наука. Если вы с любовью делаете и вас любят, вы будете спать глубоко, означает, что ваше тонкое тело будет здоровым. Если у вас нет хороших отношений, если вы бережете свои деньги, у вас сон нарушится прежде всего. Вы не сможете спать должным образом, поэтому регуляция этих вещей это вся жизненная вещь. Сон, работа, отдых, сон, еда. А где можно писать целые трактаты, что нужно есть, что не нужно есть человеку вообще. Даже думать не нужно, в мыслях есть какую-то пакость. Мясо, рыба, яйца это пакости, серьезные пакости в жизни. Не просто неприятность, продукты убийства. То есть трупоедом не надо быть, извините за это выражение. И последнее, что как бы вот это все объединяет, главная вещь, это ум, йога. Так, мы в шестой главе с вами читали, что йога означает контроль ума. Любая йога. Есть разные способы йоги, но задача одна — контролировать ум. Вот это йога означает. Поэтому каждое утро занимайтесь своим умом, медитацией. То есть медитация значит, что ум должен возвышаться мысли. Сегодня возвысились, завтра еще чуть-чуть и еще. И так вот, в течение нашей жизни мы должны вот таким путем идти. Постепенно. Работая, отдыхая, принимая пищу, засыпая. Ум должен подниматься, никогда не спускаться. Вот это будет счастье. Ну вот, по этой теме нужно вот еще раз уточнить вот этот вот пищу, последовательность качества. Да, там, мадам это вам, манит вам, химс, экшанти, арджа вам потом говорит, что что это я называю знанием, и потом поиск абсолютной истины. А вот если, если, ну, я не начинаю искать, то возможно развить эти качества? Если нет поиска абсолютно истины? Если нет поиска истины, то вот эти качества возможно развивать? Есть интерес к истине, может быть. Поиск — это уже процесс целый, серьезный поиск. Человек живет, живет как искатель истины, он на месте не сидит, он туда-сюда, у него никакая работа его не удовлетворяет, знаете, вот такие хиппи есть. Ищущие были люди, их называли хиппи. А потом им стали подражать просто обычные, которые стали курить наркотики, стиль жизни переняли у них. А это были ищущие люди изначально. С них началось движение хиппи. Они искали себя, истину, вот что такое было. Не понимали, где и как это найти, поэтому они пробовали наркотик, может быть, он расширит сознание. Они с этой целью это делали. А остальные присоединились просто наслаждаться. Это стало модой потом. Одного из таких хиппи я видел в Джаганадхапуре. Он туда пришел из Америки, что ли, когда-то в когда-то, давно-давно-давно. Но сам искал истину. Там так и остался. Выглядит как садхов в шафрановых одеждах, так и живет там все. Не покидает никогда это место. Вот это ищущий истину человек. А если они живут в миру, люди, зарабатывают деньги, как обычно, иногда думают, а что это за мир? Ну вот, просто интерес какой-то имеют. Уже могут начать что-то слушать. Но поиск истины, значит, мы уже все. Мы там. Пошли в лабиринт. Все, обратно не пойдем. Это как права падает? Вы приняли сознание Кришны? Вы объявили войну Майи сейчас. У вас сейчас это серьезно будет. Либо вы будьте убиты Майей, либо вы победите Майей. На войне так. Поэтому здесь бывают такие случаи, что и падают, и что-то война. Другие такие задачи не ставят. Они живут в комфорте, у них нет войны с Майей. Они в Майе с миром, в мире живут. И неважно, упал, не упал, и там все хорошо. А здесь оступился и ба-бах! Жестко очень. Война с Майей. Вот куда мы вписались. Но это для тех, кто ищет абсолютную истину. Вот этот путь такой. Как по лезвию бритвы говорится, как по льду. Очень осторожно нужно идти. Одно движение, и осторожно вы порежете, следует острая бритва. Одно движение, и осторожно по льду вы убьете, разобьете себе. Что-нибудь. Вот такая вещь. Татьяна спрашивает. Скажите, пожалуйста, мандра — это долг? Ощущение, что нет смысла в этом? Как выйти на новый уровень? Не ищите какой-то высший смысл в джапе сразу же. Это будет средство для очищения, и все. Вы же умываетесь? Какой смысл в этом? Меняете одежду. Какой смысл в этом? Только в очищении. Вот так повторяйте мантру сейчас. Это необходимо, чтобы ум был чистым. Видите, пока ум у вас в порядке, вы спрашиваете, как пойти дальше. А вот перестаньте мантру повторять, вообще спрашивать перестаньте. Вопросы не возникнет даже. Есть разница? Не жалуйтесь, все в порядке у вас, в процессе. Мантру повторяйте. Мантру повторяйте. Какой принцип моей деятельности? Каким образом поле деятельности влияет на знающего поля? Хороший вопрос. Обусловленное живое существо есть. И освобожденное живое существо есть, душа. Освобожденная душа не живет в поле деятельности, а использует это поле в служении. Ненаслаждающийся. Видите, то есть природа, сознающая и наслаждающийся. Это тот, кто понимает, что в этом теле есть другое наслаждающийся, выходит из-под влияния этого поля. Что, собственно, я это делаю не для своего наслаждения, а для его наслаждения. Вот он выходит из-под влияния этого поля. То есть, если наша деятельность, то, что тут написано, чувств, наши желания, посвящены служению сверхдуши в сердце, мы выходим из-под влияния этого поля. Освобождаемся. Это короткий ответ. Наталья спрашивает. Скажите, пожалуйста, если человек отошел от движения и перестал практиковать, но предлагает ищу Кришны, это будет просад или Кришна уже не принято? Да нет, конечно будет. Кришна не зависит, отошел человек или не отошел. Если у нас есть любовь к Кришне, Кришна принимает эту любовь. Мой совет вам просто, неважно, отошли вы от движения, не отошли, читайте Бхагавадгита. Не прерывайте процесс. Должен ли ученик спрашивать о конкретном служении у своего голову или достаточно быть занятым в служении руководством ядра? Иногда, если вы чувствуете неудовлетворение сильное, да, то есть, собственно, вы заняты, руководство вас занимает, но вот если вы чувствуете неудовлетворение, никто не может как бы разрешить эту проблему, спросить у духовного учителя. А как бы в общих чертах уже есть такое наставление всех духовных учителей, искон, что каждый ученик может работать под руководством местного руководства. Это нормально. Объясните, пожалуйста, в чем разница между убеждением и верой? Ага, убеждение, да, хороший вопрос, тонкая разница. Убеждение зависит от материальных обстоятельств, а вера не зависит от материальных обстоятельств. Поэтому убеждение — это материальный элемент. Я получаю опыт материальный какой-то, коснулся огня, ожог, я убежден, что трогать огонь руками не надо. Это убеждение основано в материальном опыте. Также, если, скажем, у меня есть неконтролируемый язык, желудок и гениталии, например, неконтролируемая эта линия, тогда язык даст неубеждения философские, что прежде всего должна быть экономика. Нет, желудок это сделает. Экономика. Желудок должен быть полный. Отсюда мои убеждения. Это называется убеждение, это не вера. Это продиктовано желудком. И я говорю экономические, должны быть какие-то программы, земледелие, экономика, банковское дело, и все разрабатываем, экономику страны делаем. Это желудок, наше убеждение. Язык мне говорит, убеждает, что нужно наслаждаться жизнью. Да, потому что этот орган неконтролируемый, он для наслаждения существует, и он мне убеждает, дает такие убеждения, гедонистические гениталии тоже к этому присоединяются. Для наслаждения. Вот эти три вида убеждений всего существует. Язык, желудок и гениталии. Это называется из материального тела. Это называется убеждение. А душа, когда вера, тогда вера контролирует язык желудка и гениталии. Вот тогда пробуждается вера в Бога. Нет языка, нет желудка, нет гениталии. Потому что все это под контролем должно быть. Вот это уже от духовной веры. Что-то выше веры. Выше веры? Вера, поскольку это духовная составляющая, она абсолютно. И там нельзя сказать, что что-то выше, что-то ниже. Но в материальном мире вера, с веры начинается. С начальной ступени веры. И до вершин, и с самой вершины веры, собственно, это уже любовь к Богу, совершенство жизни. Там есть все. Но когда мы начинаем, вот шратха, это доверие, да, почтение мы испытываем к Богу, желаем познать душу, это вера называется. То выше этого есть общение с преданными, которые укрепляют нашу веру. Еще выше, это наша практика, еще больше укрепляют веру. Еще выше, чистое сердце, это уже твердая вера. Ведь это становление веры. Но это в материальном мире градации, такие мы наблюдаем. А в духовном мире она абсолютно, это любовь к Богу. Разницы между ними нет. Между верой и любовью к Богу, и фактом служения нет различий. Это абсолютно. А в материальном мире есть градации, ступени, как бы. Как выглядит существование в качестве отсутствия ложного эго? Как выглядит страдание? Существование. Вот если отсутствует ложный эго, как это? Отсутствует страдание. Да, это отсутствие страданий. Вы спросите, что боли нет? Нет, боль есть, страданий нет. С помощью чтения Бхагавадгиты можно ли мысленно помочь дочери в создании семьи? Используя Бхагавадгиту? Читаешь его? Хочешь ей помочь? И мысленно, как-то это, наверное, сработает. Это вне наблюдения приборов ученых. Но в жизни люди чувствуют такую связь, когда кто-то за кого-то молится. Несомненно. Мне моя мать об этом говорит всегда, вот как только я начал свою практику духовную, она сразу стала говорить, что я чувствую это. Чувствую, что я тоже получаю благо от этого. Видимо, ты обо мне думаешь? Я говорю, да, я о тебе тоже думаю. То есть она часто мне об этом говорит. Да, Марьяна да, спрашивает. Можно так сказать, что решение о освобождении в конечном итоге принимает само живое существо? То есть если человек считает себя свободным, то он свободен. Нет, недостаточно считать. Есть путь еще к освобождению. Освобождает же себя не сам человек. Он может пожелать, конечно. Он может пожелать стать врачом. Ну, не знаешь, что сразу становится врачом. Теперь нужно закончить институт, отучиться и получить диплом еще. Если я себя считаю освобожденной личностью, не означает, что я уже освобожден. Это самомнение может быть. Ложное представление о себе. Нет, освобождает нас Верховный Господь. Мукун да. Только он может освободить. Сам себя человек не освободит. Хотя, знаете, Мюнхгаузен однажды себя вытащил сам себя из болота. Такие случаи тоже бывают. Возможно, у вас получится. Римма спрашивает. Как знания открываются изнутри? Да, разрезаете, а там, видите, багаж знаний просто. Это подобно солнцу. Видите, есть такой текст. Знания приходят подобно солнцу. Вы вдруг видите и все. Просто видите и все. И слышите. Вот и все. В основном больше идут пожелания, благодарности. Вот Инна рассказывает, что вчера первое угостило просаду, потом все написали, что это была божественная пища. Кто-то предлагает сделать здесь просаду, таблетку. Мы говорили о таблетках, что мы здесь просаду в таблетку. Больше вопросов таких конкретных. Просад в аптеке, да? Да. Хорошая идея. В аптеках мы еще не распространяли просад. Хорошая идея. Чувства, которые в гуне добродетели, они становятся проводниками знания и счастья. Написано в Бхагава. Так человек получает знания. Он то же самое видит, что и все, но получает знания. То, что перед глазами нужно сначала увидеть, понять. Люди сейчас смотрят, наблюдают, но не видят ничего. То, что прямо перед глазами у них. Он говорит, смотрит и не видит. На, Паш, сейчас приду пример. Это мне рассказал один старый преданный когда-то. Он говорит, я шел по пляжу рано утром. Повторял свою джапу. А навстречу бежал молодой человек. Я, говорит, так на него бросил взгляд и пошел дальше. Пошел дальше. Навстречу бежал пожилой человек. Я, говорит, бросил взгляд и пошел дальше. У меня джап. А навстречу потом пошел гуляющий старик с палочкой едва-едва передвигался. И вдруг, говорит, я увидел картину. Я, говорит, увидел все свои фазы жизни только что. Я же увидел себя. А, говорит, раньше этого не замечал. Значит, мы глазами видим все, но не видим. Тай Мангал переадресует вопрос. Ему прислали. Вот вам адресует. Вы говорили, что ваше движение — это наука о Боге. Но разве можно в рамке науки загнать величие Бога? Разве можно познать Бога с научной точки зрения? Вера, она не требует доказательств. Наука начинается с веры как раз. То есть это духовная наука. Рамки науки — вы имеете в виду, конечно же, материальную науку. Потому что духовная наука не имеет таких рамок. Она начинается с веры, вы правы. Просто здесь мы должны в терминологии как бы определиться. То, что мы называем наукой. На чем основан этот мир? Как он поддерживается? Кто знает? Как научно говорить? На отцовстве, материнстве. Ни на чем другом. Не будет отцовства, материнства — никто не выживет. Ни отцового отца, что не выживет. Просите ребенка на улицу. Родите его. Все, кончится. Весь мир делится. И это наука. Изучать эту науку. Вот такую науку никто не изучает. Так мы сможем понять, как Бог поддерживает все усиленно. Он отец все живых существ. Вот она наука. Какие же тут рамки? Вы сказали, что быть в сознании Кришны — это объявить войну Майя. Поэтому многие и боятся углубляться, но и вступать в войну, так сказали. И они считают, что не практикуя, нет очисток. Что можно сказать этим людям к такому убеждению? Ну, не все же на войну должны идти. Кто-то в тылу должен что-то делать. Эти люди могут сами, может быть, не предаваться так вот полностью, да, войну Майя. Они могут помогать нам с тылу. С тылу помогать движению. Распространять Бхагавадгиту, знания Бхагавадгиты. Чтобы люди просто знали, читали эти книги. Не нужно предаваться. Читайте просто Бхагавадгиту. Это произойдет спонтанно, естественно. Детей на фронт не посылают. Любовь спрашивает. Говорят, что в каждой нашей клеточке есть жило. Мы за все эти души несем ответственность? Я не несу ответственность за эти жилы, нет. Пусть живут как хотят. Вот вы, да, бы все. На сегодня все вопросы, да? Да. Спасибо большое. Тут мы закончим. Теперь попоем киртен. Пусть живут.